Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю играть в Payday 2. На этот раз давайте попробуем спасти Хокстона, которого я уже спас, но всё-таки... Я, естественно, не стал бы записывать своё первое прохождение, потому что оно хрен знает, сколько попыток займёт, и, в принципе, за него оно не так много, но всё-таки. Я немножко сменил билд, потому что я, в общем, развлекаюсь, пока каплю 200 тысяч на Reset Level. В данном случае это билд с длинными пистолетами и одинарным пистолетом. Вообще нет, с дробовиком. И со скрытностью 4, с доджем. Как это всё работает? Нет, не то, что я хотел нажать. Это тоже не то, что я хотел нажать. Какого хрена я так промахиваюсь? Манипулятор плюс беглец плюс немножко в разных других местах, ну совсем немножко. Чтобы этот билд адекватно работал с таким уворотом, вам нужно иметь вот эту ветку перков. Ниндзя прокачанного хотя бы. В принципе, когда я начинал, она у меня была до... Даже не до тяжёлого пехотинца, до уклоняющегося прокачанного. То есть это плюс 30% у ворота. Правильно? Нет. Плюс 10 здесь, плюс 10 здесь. Плюс 20. Плюс 30 у меня сейчас. Дальше, в принципе, всё не так уж и важно, но быстрое переключение оружия не помешает, больше урона тоже не помешает, но главное это уворот. Всё остальное не так уж и важно. И, соответственно, ворот главное, потому что это билд с уворотом. Как оно всё вообще работает? Манипулятор. Бонусы на пистолеты, всё, что мне нужно. Остальное всё взято, чтобы взять бонусы на пистолеты. И плюс Inspire. Inspire всегда полезен. То есть это выносливость, лидерство, выносливости и лидерство всегда хороши. Кабельщик тоже более-менее всегда хорошо. В принципе, надо куда-то эти очки девать. Всё остальное взято по единичке, просто чтобы очков больше получить. Эквилибриум Pro. Скорострельность пистолетов и точность пистолетов повышает. Потом аптечки и джокер, чтобы достичь следующего уровня, следующего тира. Стрелок Pro. Больше урона и быстрее перезарядка. Тут неправильно написано описание этого скилла. Про-версии. Его поменяли ещё когда-то давно, но не поменяли описание. Он не на 50% больше урона, а фиксировано на 15% больше урона для пистолетов. И в случае с двойными пистолетами на 7,5% на каждой. Ну, то есть суммарно на 15%. И Inspire Pro, чтобы поднимать союзников. Клича на них. Всё более-менее понятно. Штурмовик. Транспортер, естественно, Pro, чтобы быстрее кидать сумки, быстрее таскать и дальше кидать. Это на остаток я взял, остальные нервы. В принципе, это всё, что у меня осталось на 100 уровне. То есть у меня осталось два свободных скиллпоинта, которые я сюда потратил. Всё остальное обязательно, по сути, нужно. Ну, можно, конечно, убрать там скорость ходьбы всякую и кидание сумок. Но это делает билд сильно хуже. Призрак, опять же, довольно стандартно. Спринтер. Даёт уворот на бегу и плюс скорость бега, плюс стамина. В общем, всё хорошо. И уворот на бегу это особенно полезно, потому что это билд с уворотом. Ворт-амошник. Чтобы просто меньше получать урона от падений, можно вместо него взять что-то во втором тире. Или мёртвый президент и бесполезная хрень. Но всё-таки на втором тире быстрые руки Pro. Быстрее подбирать сумки всегда хорошо. И шиноби базовый, чтобы быстрее ходить. Всегда полезно. И беглец. Здесь больше всего скиллов потрачено. По-моему, возможно, в манипуляторе... Нет, в манипуляторе меньше. Вроде как. Но неважно. В общем, здесь... Что у меня? Спрятанный клинок. Даёт скрытность оружия ближнего боя всегда хорошо. И Pro-версия враги создаёт на 95% меньше шума при смерти. Тоже довольно неплохо. Броня базовая. Я не использую броню, чтобы Pro-версию брать. А обычная просто, чтобы очков хватило на всё. Дальше беги и стреляй скорость бега. Пригнись и прикройся. У ворот плюс 15% когда я приседаю. Очень хорошо. И остальное в основном для... Для очков. Скорая помощь и колёса. Чтобы иметь много одноразовых аптечек. Они довольно полезны. Лебединая песня. Очень хороший скилл на самом деле. Я его как-то недооценил, когда я на него смотрел в первый раз. По сути, когда вы умираете, вы ещё 3 секунды ходите и стреляете. 3 секунды это немного, но этого хватает, чтобы убежать из того места, где вас убили, в какое-то место, где вас легко поднять. И в основном я его для этого использую. Pro-версия на 6 секунд ещё увеличивает. И тогда вообще всё круто получается. И там ещё и бесконечные патроны даются. Вообще всё хорошо. Но это, конечно, не обязательно. Это в основном, чтобы дальше продвинуться по скилл 3. Но и в целом очень хороший скилл. Когда я умираю, я умираю в более-менее удобных местах. Ну, если я не совсем где-то далеко от всего. Ну и теперь основа билда. Это вот эти вот 3 скилла. Парное оружие. Базовая версия на Pro-очков не хватило. Но оно и так более-менее адекватно работает. И ниже пояса и подлых ублюдок. Плюс 3% к крит-шансу за каждые 3 пункта скрытности меньше 35. И плюс 1% у ворота. То же самое. И то, и другое достигает своего максимума, когда у вас скрытность 5. То есть когда у меня... Нет, это вот тоже, что я хотел нажать. Когда у меня вот эта вот вероятность обнаружения 5. У меня максимум всех этих вещей. То есть там 30% крит-шанса и 10% у ворота дополнительно. То есть я могу еще что-нибудь куда-нибудь навесить, чтобы у меня плюс 1. Точнее, минус 1 скрытности. Но я не могу ничего такого навесить, потому что у меня ничего такого нет. Я мог бы, наверное, там практически фонарь повесить вместо лазера. Но лазер удобен. В общем, да. Если у вас больше 5, то у вас там уменьшаются эти бонусы. Pro-версии позволяют нам чуть ли не до 25, что ли. Или до 20 скрытности получать полные бонусы. Но столько очков нет. Тупо. И, в общем-то, когда у меня меньше 5 скрытность, то у меня плюс 10% у ворот, плюс 30% крит-шанс. И, в принципе, у меня парное оружие всегда есть. Крит-шанс это тот же множитель, что и при стрельбе в голову в большинстве случаев. Но при падании в тело. То есть я стреляю в тело, как в голову в 30% случаев. Но это не всегда так. У бульдозеров там, по-моему, особый какой-то множитель меньше, чем при стрельбе в голову. И, возможно, у кого-то еще тоже. Ну и, в общем-то, да. Что касается оружия. Двойные береты. Компенсатор из курьера. Плюс 5 урона, минус 2 точности, плюс 2 стабильности. Можно было бы взять что-нибудь другое, наверное. Но оно почти все ест скрытность. Можно было бы взять вот этот вот, и он почти то же самое делает. Только он чуть хуже и чуть меньше скрытности и чуть меньше стабильности. Но оно бы все равно влезало. И для этого не нужно покупать DLC, но просто у меня его нет. И DLC-шный чуть-чуть лучше, единичку стабильности. Все остальное уже не лезет. Лазер. Микро-лазер, который не жрет скрытность. Ну, опять же, я мог бы повесить такой вот лазер. Но у меня его нет. И у меня есть микро-лазер. Рукоятка, плюс 1 стабильности. Магазин, плюс 24 патрона. Если убрать магазин, то можно повесить что-нибудь более крутое куда-нибудь. Но патронов сильно меньше в магазине, естественно. И элитная ресивер, в общем. Я не знаю, как эта хрень у пистолетов нормально по-русски называется. В общем, плюс 1 стабильности просто. Итого получается 19 стабильности, маловато. 13 точности, маловато. Но все-таки. И при этом 26 скрытности, 52 патрона в магазинах. И 196 патронов в принципе. А кросс-скиллы, кольты, они получаются более дамаговыми, но меньше патронов у них. И при этом у них остальные стады примерно такими же получаются, если их собрать. В принципе, можно сейчас попробовать что-нибудь с этим сделать. Так, у меня 3 скрытности. Компенсатор такой же. Лазеры пофиг. Стабильность плюс 3. Допустим. Магазин у них меньше дает и жрет столько же скрытностей. И в принципе можно поставить... Так, наверное. И у них получается 37 урона. То есть на 7 больше. Но у них получается сильно меньше патронов. И точность и стабильность даже хуже. Окей. А если брать вот этот вот затвор, то у него получается скрытность хуже. И уже получается 7 и уже не вылезает. Плюс... Урон все равно до 40 не доходит. А 30 или 37 это не такая уж большая разница. Так что беретты в целом получше для этого билда. Вторичка в моем случае это Судья. Со взрывными патронами. Больше на нем ничего не навешано. Потому что скрытность. Потому что не нужно в общем-то ничего другое. Если бы я мог где-то освободить еще единичку скрытности, то я бы повесил компенсатор, чтобы... Ну, в идеале вот этот, чтобы больше урона прибавить. Но это не так уж и нужно. Ну, или опять же лазер какой-нибудь. Но у меня нет лазера какого-нибудь в данный момент. Надо будет достать какой-нибудь лазер. Прицел тут нафиг не нужен. Судья со взрывными патронами это веселая штука. У него всего 10 патронов получается. То есть 5 вабы в магазине и 5 еще. И у него получается неплохой урон. И если он два раза подряд критует, я убиваю бульдозера с двух попаданий. Просто. Если он не критует, то просто против бульдозеров и против щитов он хорош как стан. Кроме этого, ближний бой. Что угодно с базовой скоростью 30. 32 получается из-за скилла. Я использую траншейный нож, потому что он довольно неплохой. При этом. Броня, костюм. 50 у ворота получается. То есть половина выстрелов в меня не попадает. Здесь аптечки первой помощи. Или можно взять медицинскую сумку. Она двойная, но она не по 4 юза. То есть всего по 2 юза, 2 штуки. Если ни у кого в команде нет медицинской сумки, то стоит ее взять. Если нет, то аптечки тоже хороши. Ну и все, по сути. Маска и персонаж значения не имеют. Такой вот билд. Ну и давайте попробуем спасти Хокстона. Спасение Хокстона это комьюнити контракт. То есть вам нужно быть в группе Стима, чтобы создать эту миссию. Вам не нужно быть в группе, чтобы на нее приконнектиться. Но все-таки. Так, ну и я поставлю минимальный ранг, допустим, 50. Это довольно сложная миссия. И сложность оверкил. Я не думаю, что я потяну. И что рандомы потянут. Ну и посмотрим. Я вырежу ожидания. Подожду пока тут игроки накопятся. Ну окей. Игроки вроде накопились. Попробуем что-нибудь с этим сделать. Активов здесь никаких нет. Что у нас в команде? ЕЦМ-хи зачем-то у всех в команде. И... Сентриганы. Окей. Это не очень поможет на этой миссии. Ну хотя нет особой разницы, ЕЦМ-ки не ЕЦМ-ки. Ох, это от Нексиуса на пофиг. Да, вот он взял аптечку. Патронов, я думаю, у меня хватит. Остальные пусть сами разбираются. Итак, спасение Хоксона. Двухдневная миссия. Веселая двухдневная миссия. Громкая. Настолько громкая, насколько можно. Сначала нужно немножко подождать, пока там Хоксон все договорит. И потом нам откроется выход. И нужно будет сопровождать машину. И эта миссия отличается от большинства миссий тем, что здесь нельзя сидеть и кемперить что-то. Здесь нужно именно постоянно двигаться. И продвигаться вперед с первой половины миссии, по крайней мере. И нужно делать всякую фигню, чтобы эта машина могла проехать. То есть в данном случае сейчас нужно будет отодвинуть эту полицейскую машину. Потом там иногда нужно еще что-нибудь делать. То есть там вот нужно поюзать. Этот чувак, наверное, поюзает, раз он там сидит. После этого нужно будет пнуть нашу машину, чтобы она поехала. Щит. Судья не очень эффективен против щитов. Вот так вот он их не убивает с одного сквозь щит. Даже взрывными патронами. Но он их станет и он их почти убивает. То есть двух выстрелов можно убить, там, несколько щитов. Сзади он их будет убивать с одного. Но сзади можно точно так же и из пистолетов его расстрелять. А пистолетов очень часто не хватает. Ау. Не хватает, чтобы добить противника. То есть вы по нему стреляете, он падает, и у него остается там какие-нибудь 8 хп. После чего его очень легко захватить. Но все-таки, то есть вот сейчас у него 8 хп. Могу его захватить. У меня есть джокер, потому что очки нужны были. Ну и в целом, когда вы играете с таким вот билдом, с уворотом и сбеглецом, то у вас, естественно, высокая скорость бега. Сильно более высокая, чем у всех остальных. Потому что, во-первых, у вас со скилл 3 больше скорости бега, чем у большинства, наверное, игроков. Во-вторых, у вас еще и костюм, который позволяет вам двигаться. Быстрее. Плюс, по-моему, не попадают все пули, но при этом... При этом... Естественно, вы не можете так много затанковать, как большинство игроков. А почему он не поднимается? Так что не стоит стоять перед толпой врагов и расстреливать их. Во-первых, когда вы в присядке, по-моему, попадают реже. И когда вы бегаете, по-моему, попадают еще реже. Так что бегать полезно. Во-вторых, следите за своей жизнью. Когда ее там меньше четверти, когда ее сильно мало, стоит ставить аптечки и есть их. Они вам для этого и даны. Ну и, в принципе, когда у союзников жизни мало, тоже ставьте там рядом с ними аптечки, пусть едят. Аптечек много, обычно 14 хватает на большинство миссий без особых проблем. Но учитывайте, что они не восстанавливают воскрешение. Двойные пистолеты — это очень веселое оружие, но не очень эффективное. То есть, естественно, кард 4 в полном там правильном обвесе, он будет, во-первых, эффективнее, потому что он, в принципе, дамагови у него патронов больше и все тому подобное. Во-вторых, он еще и скиллов столько не требует. Но пистолеты — это весело. Они очень скорострельные, ими очень можно вот так вот эпично спамить. И они достаточно эффективные, чтобы играть на оверкилле. Плюс с критами они очень неплохо выносят спешл, потому что по обычным врагам криты не так уж сильно влияют, потому что пока вы там по ним кританете, вы, скорее всего, его уже убьете к этому времени обычной стрельбой. Но вот по спешлам вполне помогают криты и вполне хорошо работают, особенно по бульдозерам. Потому что у них хоть и меньше множитель, чем в лицо, но у них все-таки достаточно большой множитель при критах. Также из-за того, что вы быстро бегаете, у вас получается достаточно неплохо собирать патроны вдалеке. Ну и, естественно, с броней я так не мог бы забегать там за врагов, подходить к ним в упор, потому что меня бы просто убили, потому что у меня нет ворота. По мне все попадает, и броня не настолько хорошо помогает мне, чтобы я это все переживал без проблем. Черт. Он первый раз упал или второй? Что касается самой миссии, то она довольно сложная, опять же. Но вы можете ее немножко себе облегчить. Например, можно поставить на машину патроны, аптечки и прочее, и они будут ехать вместе с машиной. Сейчас я кританул по этому счету, поэтому я его снова убил. Надо перезарядиться. Патронов к судье очень мало, так что если вы используете конкретно такой же билд с судьей, то экономьте их. Ну, с судьей со взрывными патронами. Взрывные патроны просто очень-очень полезная штука, потому что они станет бульдозеров, они хорошо убивают щитов. Они вообще хорошие. Одна довольно серьезная проблема — это тазеры, потому что пистолеты как-то намного хуже станут, чем все остальное. То есть в нормальной ситуации, если у вас тазит тазер, то вы стреляете по нему, и он перестает вас тазить, потому что он получает какой-то урон, он стагерится и все. А с пистолетами это так хорошо не... ау... так хорошо не работает. С пистолетов приходится стрелять довольно долго, чтобы оно кого-нибудь застагерило. Как-то у нас вообще не очень хорошо получается все это. Поставлю им пару аптечек. А, бульдозер идет. Ну ладно, с такого расстояния я с ним ничего не сделал, потому что судья довольно косой в таком сетапе. Так что он все-таки в ближнем бою хорошо помогает против бульдозеров и прочих щитов. Но опять же, против щитов он не настолько хорош. Если вам нечем вообще убивать щитов, то да, два выстрела их кладут гарантированно. Это проблема, кстати, то, что у нас кто-то совсем до конца умер. Потому что на этой миссии его нельзя спасти до того, как мы пройдем значительно дальше. Потому что спасти можно только между штурмами, а штурм здесь не кончается. Так, привет, дозер. Ау. Вот. Я два раза по нему кританул. Он от этого просто сразу умер. Если бы я не кританул, то это бы его застанило на несколько секунд и снесло бы ему броню с лица, скорее всего. Двух попаданий. Ну, может, не всегда хватает, но часто хватает. И после этого просто короткая очередь из пистолетки его добьет без проблем вообще. Вот так вот примерно. Ау. Не хочу здесь быть. Ну, мы почти доехали, куда нам нужно доехать для начала. То есть вот парковка. Тут нужно будет взять пропуск. Его можно задюпать. То есть если несколько человек его одновременно начинает брать, то он берется у всех сразу. Я не уверен, есть ли в этом какой-то особый смысл. Это можно сделать. Тут обычно есть гражданские. Но почему-то их сейчас здесь нет. А, вот есть один. И также после того, как мы заходим в эту парковку, обычно штурм довольно быстро кончается. По крайней мере, он теперь может кончиться. И да, все диспауниться, кто там снаружи. Вау, как нам повезло. Диспауниться все, кто снаружи. И внутри обычно не успевает наспауниться достаточное количество всего, чтобы штурм продолжался. И поэтому можно сразу же воскресить нашего человека. И также нам очень повезло, потому что мы открыли правильную дверь сразу же. В общем, здесь куча дверей на этой парковке. Заодно из них терминал и бульдозер. Бульдозер здесь веселый тем, что он считается невидящим вас. То есть он считается как в стелсе. И его можно очень быстро убить с одного, если вы успеете это сделать до того, как он вас заметит. Чем угодно. Можно ножом его зарезать с одного, можно там из пистолета его пристрелить с одного. И это весело. И по сути, в нормальной ситуации нам нужно дождаться, пока сюда доедет машина. И после этого искать эту правильную дверь. Хакать в ней правильный компьютер. И все тому подобное делать. Сейчас мы нашли дверь еще до того, как машина доехала. Так что по сути у нас тут хак какие-то там 30 секунд или что-то подобное. И после этого мы по сути прошли миссию. Но здесь куча этих дверей. Здесь штук, наверное, 7-8 на этой парковке. Так что если вам не везет, то можно здесь сидеть довольно долго. И здесь обычно довольно быстро начинается веселое такое месиво с кучами бульдозеров. Ну хотя когда как, конечно. Ну окей. Теминал хакнули. Теперь мы отвозим машину дальше. Главное вообще из того, что я видел, когда я играл с разными командами здесь, вот эту миссию. Главное это не разделяться, когда нужно искать эти двери. Хотя бы ходить по двое всегда. Потому что обычно миссия оказывается провальной из-за того, что кто-то в одиночку убежал открывать дверь. Кто-то в одиночку убежал открывать другую дверь. И их там двоих убили. И оставшиеся двое не могут их поднять. И потом просто всех все убивает. Теперь нам нужно просто снять броню с машины. И после этого тот, у кого пропуск, билет, он должен его сюда засунуть. И это заканчивает миссию. Шейнс, иди сюда. Это первый день. Он веселый, и он не такой веселый и сложный, я бы сказал, как второй день. Второй день веселее и сложнее. И дольше. И это основной его минус. Второй день долгий. Итак, активов опять же нет. Все остальное примерно то же самое. А тут более близкие дистанции. Так что да, вот эти вот чуваки правильно берут пулеметы. И патроны. Хотя аптечки нам бы... Ну, в принципе, нет, аптечки здесь не обязательно нужны. В принципе, здесь и патроны не особо нужны, потому что здесь есть возможность что-то с ними сделать. Ну, в общем, штурмуем ФБР. Перевод, конечно. Ну, сразу начинается громко, естественно, как и в предыдущей миссии. Тут сразу есть копы, которые с револьверами, по-моему, и они достаточно больно стреляют. Так что... Ну, некоторые, по крайней мере, из них. Так что нужно быть аккуратнее. Также здесь есть заложники, и здесь иногда есть карточки повсюду. И карточки — это важно. И карточки нужно искать и собирать. Я не уверен, где именно они спаунятся, но здесь может быть там 4 где-то карточки, по-моему. Может быть, даже больше. На уровне. Так, этого заложника я тоже возьму. Ну, карточки можно дюпать. Если их несколько человек одновременно начинает подбирать, то они подбираются у всех сразу, а тратится только одна, ну, собственно, лежащая, которую подбирали. Это не всегда удобно делать, но все-таки... Оу, какой у нас не очень удобный проход через всю комнату. Для чего можно использовать карточки? Можно закрывать ими вот эти вот двери. Одну уже закрыли, видимо. Вот эту. Можно ими открывать другие двери. Одну карточку всегда стоит оставить. Либо карточку, либо ЕЦМ, которая открывает двери. Ау, это был гражданский. Я его не убил даже. Да. В общем, одну карточку, которая... Одну карточку или ЕЦМ, которая открывает двери, стоит оставить для выхода. Кроме этого, можно закрывать двери в эту комнату, и эту комнату придется защищать большую часть времени. Так что здесь можно сразу там расставить патроны, аптечки и прочую ересь. Но не все, потому что иногда придется защищать другие места. Я поставлю штук пять для начала. Ну и пока что мы защищаем Хоксона, который там что-то хакает. Опять же, можно закрывать вот такие вот двери. Можно открывать двери наверх. Стоп, мы все двери закрыли? Как мы выходить отсюда будем? Или я чего-то не понимаю? Потому что это тоже открывается карточкой. А, видимо, их можно просто руками открыть. Окей. Ладно. Чувак, сдавайся там. Нет, вообще не сдавайся там, я придумал. Там я его не смогу конвертнуть. Отсюда, по крайней мере. В общем, кроме этих дверей, одна карточка уйдет, чтобы выйти в конце. Там можно, конечно, сверлить дверь. Но там очень неудобное место, чтобы ее сверлить, так что карточка или ЕЦМ-ку больше поможет. В принципе, ее там, по-моему, можно и взорвать взрывчаткой, но это не так уж хорошо. Плюс еще две вещи, которые можно открыть. Это, во-первых, комната медицинская хреновина, в общем, где бесплатные аптечки. Их там, по-моему, ограниченное количество, но это полноценные аптечки, которые вам воскрешают, восстанавливают воскрешение. И плюс можно открыть арсенал, в котором бесплатные патроны. И, по-моему, они там бесконечные. По крайней мере, это выглядит так, как будто они там бесконечные. Я особенно много его не юзал, так что не уверен на 100%. Но они, конечно, нас закрыли. Стоит оставлять одну из этих дверей, либо вот эту вот, либо ту открытую, наверное, чтобы из них шли враги, потому что сейчас они все идут сверху. И сверху, во-первых, их неудобно расстреливать, потому что они так дальше, чем если бы они снизу подходили. Во-вторых, их патроны там не очень удобно подбирать будет. Отвечу, а кумри. Ну, они, конечно, сюда спрыгивают. Я, конечно, зря три раза стреляю. Но так надежнее. Бульдозер идет. Черт, я ему даже броню не снес. Ладно, лави, гранату. Готов. О, там еще один. Окей, Хокстон хакнул фигню. И теперь он нас посылает куда-то. Он может посылать в несколько разных мест. Тут бывают снайперы вот там вот. Так что опасайтесь этого коридора. А в данном случае он нас в архивы, по-моему, отправляет. Вот эта вот комната с медициной. Ну, по-моему, она может быть в разных местах расположена. Архивы не очень хороши, потому что приходится на первый этаж спускаться. И вот этот лобби, это, наверное, самое опасное место на всей миссии. Ладно, дверь открыли. Там вторая дверь, которую нужно сверлить. И это не идеально, чувак. Почему ты не идешь с нами? На тебе ускорение. Ау. Почему это падение дамажит? Поставлю здесь себе аптечку. У остальных вроде полная или почти полная жизнь, так что им не очень нужна. Снайперы бывают на втором этаже вот там. Снайперы бывают здесь ввиду входа. Так что эта комната довольно опасна. И также, где у нас в данном случае здесь арсенал? Да, здесь арсенал. Вот эту вот дверь можно открыть тоже карточкой. И там патроны. Я не знаю, бесконечные или нет, но если нет, то много. Но, естественно, туда придется бегать за этими патронами. Так, стоит, наверное, перезарядить судью. Окей, архивы открыты. Теперь их нужно обыскивать. Наверное, стоит обыскивать разные. Где-то здесь мы найдем нужные документы. Ну и в идеальной ситуации, конечно, там двое обыскивают, двое прикрывают или еще что-нибудь подобное. Так что, ну, пока что здесь никто нас не убивает, так что, наверное, можно не прикрывать, а обыскивать всем. Вот, так, кто их нашел? Я их нашел. Я их нашел. Окей, теперь их нужно отнести обратно Хоксону. Привет, народ. Привет. Коматозит. А-а-а-а. Коматозит. Нифига не понял. Ладно. Щитов не в щит, судья ваншотит. Ладно. теперь я отдам эти документы хоксону он еще раз начнет хакать всякую фигню на документы хоксон когда он хакает копы могут отключить электричество здесь или иногда здесь бывает этот переключатель в общем тут разных местах бывает нам всегда в этой комнате она на время открывается не на время открывать я просто можно открывать закрывать мы опять же мы его еще там минуту 40 защищаем и после этого нас еще куда-нибудь пошлет и так четыре раза или пять раз я не помню четыре или пять у него там четыре терминала но по-моему пять раз все-таки он посылает то есть пять раз он что-то там сам хакает окей штурм еще один пошел сюда попал чувак ты сквозь дверь пробежал только что они дали его взять заложники окей не буду спорить карточка у кого-то есть не уверен где именно они спауниться но вот здесь вот вроде бы на столах бывает иногда одна где-то на старте бывает одна в лобби возможно здесь несколько бывает на втором этаже вроде как иногда есть одна но на второй этаж чтобы попасть нужно потратить карточку то есть это вот эта вот дверь или такая же дверь с другой стороны есть плюс вроде как бывает в офисе директора и вот там вот где сейчас этот чел но туда нас хоксон когда-нибудь пошлет наверное может послать искать сервер снайпера снять сразу же естественно тут возможно тоже бывает тут куча дверей которые нужно сверлить ну или опять же вскрывать я цм к и возможно карточкой и возможно оси 4 невозможно точно си 4 не уверен можно ли их карточкой вскрыть эти двери я мне здесь не нравится кто за здесь мне тоже не нравится вставайте наркоманы так нет я очень побегу отсюда ей на тазеры это проблема для двух пистолетного билда такого потому что мало того что они вас тазит и вы их не можете нормально то есть можете конечно но это сложно их нормально застанет чтобы они перестали тазить плюс к этому вы еще и все патроны пройти потому что в магазине у двойных берет патронов дофига и тратится они очень быстро когда вы под тазером так что здесь ничего здесь а сервер ну мы открыли правильную дверь сразу конечно тащить сервер это не самая лучшая идея для меня с моим воротом потому что я не могу бежать когда я тащу сервер так что я не могу получать свой максимально возможный ворот я могу приседать но я тогда совсем медленный это не очень хорошо ну ладно я дотачу я конечно не могу бежать и получать максимальный ворот но при этом я бегаю быстрее чем все остальные так я думаю стоит подождать остальных перед тем как что-либо делать потому что там бульдойзер там неприятные вещи так ты умри вы тоже умрите ты встань окей бегай быстрее чувак снайпер снайпер это серьезная проблема для этого билда потому что брони нет так что они вам наносит огромные кучи урона по крайней мере больше чем чем в нормальной ситуации мы открыли арсенал мы потратили на эту последнюю карточку здорово хай не арсенал это конечно хорошо его стоило открыть чтоб это не арсенал арсенал на первом этаже последнюю карточку не стоило тратить на это ну пока нет штурма на всякий случай причиню причиню снайпера пулями и причиню дрели вдруг там какие-то карточки могут заспавниться я не уверен ну тут в принципе можно увидеть где сервер через окна и правильный только дверь сверлить наверное по крайней мере сейчас здесь окон нет изначально они были если здесь карточка то тут вроде бы она еще может быть или возможно здесь ну ладно тут в этих офисах нифига полезного что я пожалуй пойду один афектайзер ты мне не нравишься да почему они умеют ходить сквозь двери зачем нужны эти двери если сквозь них умеют ходить где фоксон почти дохакал свое окей нам потолок взорвали офис директора так офис директора нож довольно хорош для добивания противников которых вы застанели или еще что-то сделали чтобы не тратить патроны просто но этот конкретно нож не знаю как остальные потому что он довольно дамаговый он очень быстрый не стоит тыкать врагов с почти полной жизнью врагов с почти полной жизнью можно тыкать ножом чтобы их сбавить до адекватной жизни чтобы потом конвертнуть их это может быть хорошим планом но это не всегда не всегда хороший план особенно если врагов несколько одного затыкать не проблема я не буду стрелять с такого расстояния мне уже точности немножко не хватает чтобы их гарантированно хатшотить а не хатшотить этих вот песочных чуваков это плохая идея потому что они нифига не умирают от них отчетов это снайпер ау веселье я не уверен что смогу его поднять не я не смогу его поднять тогда я пойду отсюда смогу ли я пойти отсюда это другой вопрос наверное да без брони точнее с бронёй без уворота я бы так не мог забежать через толпу врагов к этому чуваку попытаться его поднять но мне там не дали его поднять там слишком их много было и после этого спокойно убежать назад то есть если бы я в нормальной броне играл я бы просто даже туда не дошел не то что обратно а так я даже почти жизни на это не потратил давайте чувак пусть он в принципе сидит так потому что у нас когда кончится штурм нам придется одного из них менять одного из заложников хотя он в неудачном месте конечно сидит но все-таки если так вот одиночными стрельнем одиночными с учетом того что одиночными пистолет двойные не стреляют они всегда стреляют оба сразу в общем если одиночными стрелять то они вполне экономит патроны и вполне эффективно на большом расстоянии даже чё то почему я его поднимаю нормально почему я могу его поднимать нормально если у меня есть инспайр инспайр обычно все равно быстрее и эффективнее так ладно окей все там взорвалось нет мы его выстрел там гранату кто-то кинул так ты тоже сдайся видимо первого убили так кто умер а он умер я пожалуй вылечусь перед тем как оксаваться пацаны кров потому что я подозреваю что это они его ну если они то они уже кончились окей отдаем хоксу обратно что он там просил в этот раз а нет в этот раз он ничего не просил в этот раз моему доступу давай вполне возможно нам вот это вот заложник дадут просто освобождать ну чтобы чтобы спасти нашего мертвого ау наркоманы с гранатами еще и заложника убили почему гранат есть френдли фаер вообще ничего кроме них в игре нет френдли фаера у гранатомета нет френдли фаера а у гранат есть ну и снова ждем пока хоксон что-то хакнет там у себя а тут иногда получается взять заложники чувака наверху и потом его сконвертировать если он близко к краю у меня по крайней мере получалось что здесь что иногда вот здесь вот бывает еще такой же мост как бы если у нас вообще заложник на одном скажите что у нас есть теперь у нас есть заложник хорошо иметь возможность брать заложник копов это очень помогает в таких ситуациях когда кого-то убили и нужен заложник там почему хоксон не хакает он сломался а он просто после того как мы его включаем электричество он там какое-то время не хакает понятно азер умри если у вас в руках судья то тазер еще хуже потому что вы тратите половину своего боезапаса на него и все теперь мы берем отсюда сервер и сваливаем у нас нет карточки чтобы сваливать весело еще и что он начался совсем весело и этот штурм он начинается насколько я помню когда мы берем сервер и он не заканчивается никогда то есть этот штурм который идет до конца миссии всегда гарантированно ну ладно раз я самый быстрый стоит пробежать поставить дрель раз уж карточки нет в общем вот эту дверь можно открыть карточкой или ецм к или c4 опять же плюсове что что-нибудь из этого есть но у нас ничего из этого нет у меня так задамаживает ощущение что а бульдозер окей 2 раза крестину окей тут парень труп но нифига отставать так сильно увы не беги за ним наркоман ладно поставлю оставшиеся обтечки потому что это конец миссии после этой двери нам уже ничего не нужно будет сзади иногда тоже идут всякие бульдозеры и прочее но хотя по моему когда мы здесь стоим они не идут они изначально могут оттуда идти и все теперь надо дождаться пока там все умрут и миссия пройдена лучшая точность каким образом ну каким то образом наибольшее количество убийств наибольший урон ну бывает в общем такая вот миссия веселая миссия мясная довольно сложная одна из самых сложных я бы сказал громких зато кучу платят два с половиной миллиона тут какой то разброс есть по моему потому что иногда хватит больше не знаю не уверен и огромное количество экспы чуть больше миллиона экспы за про версию там где-то миллиона полтора дают вот и это довольно офигенно но опять же она довольно длинная так что наверное это сбалансировано тех же крыс можно за это время пройти там пять раз и получить примерно столько же экспы суммарно вот так то ну и билд с двойными пистолетами он не не всегда хорош естественно не на всех миссиях он очень большого уровня требовать то есть я на сотом уровне только его смог собрать на 99 он бы уже не получился ну хотя он получился бы сильно хуже из-за того что у меня не было бы там всякой там скорости бега или сумок но он получился но допустим на 90 я бы не мог его собрать в принципе потому что мне нужно и это и это и это все и на это уже не хватает очков на 90 уровне на призрак у меня не так много раскидано так что очень много поинтов нужно и опять же в некоторых ситуациях он не так уж хорош и он не так уж хорош с точки зрения помощи команды то есть там прокачанный манипулятор с двойными аптечками он более полезен но хотя поднимает такой вариант лучше потому что я быстрее бегаю и я более легко могу забежать в толпу врагов то есть через толпу врагов в саму толпу забежать и постоять там я не могу но я могу пробежать мимо толпы врагов и поднять кого-то на другом конце карты в этом плане я лучше поднимаю но у меня нет аптечек точнее у меня есть аптечки но они хреновые и опять же патронов у меня никаких нет вообще дрели и c4 и прочего у меня нет и cm у меня нет и вообще нифига у меня нет только вот эти мелкие аптечки которые помогают ситуационно если их не забывать ставить но все-таки нужно их как-то грамотно использовать чтобы они помогали и нужно чтобы союзники не забывали их подбирать потому что обычно союзники просто не обращают на них внимание и не подбирают их в большинстве случаев если у вас такая миссия где вам нужно обороняться в каком-то месте то просто ставьте там штук 5-10 сразу туда у вас их 14 и там 5 штук вам вполне хватит на себя на миссию скорее всего ну мне хватает на себя на миссию по крайней мере так что да я даже ни разу не умер чтобы показать вот этот скил увы ну или не увы наверное все-таки не увы еще здесь есть конечно вот эта вот фиговина каждое попадание из пистолета дает плюс 10 процент к наносимому урону на 2 секунды навык может складываться 4 раза и про версия до 8 секунд а минусов 2 во-первых 2 секунды это практически бессмысленно то есть не про версия смысла не имеет во вторых если вы промахиваетесь оно обнуляется так что тратить 12 очков на такой скилл который обнуляется при промахе это не хорошо на мой взгляд это больше подходит одиночным пистолетам то есть если вы там бегаете с диггом и используете его как снайперку может быть если вы бегаете с таким вот то не настолько хорошо ну и в общем то все я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был Вайми пока 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 пока